Как можно сделать звезду-треугольник на электродвигателе, если вся проводка идет с одного пучка? И на проводке нет ни маркировки, ни разных цветов. Все однотонно. Я вам покажу, как можно разобрать это дело. Для этого нужен омметр. И мы будем вычислять каждую обмотку. После того, как мы вычислили, мы скручиваем. Итак, каждую обмотку. Их всего три. Дальше нам понадобится мультиметр. Аналоговый. Изолента и 6-ти вольтовая батарейка. Можно и крона 9-ти вольтовая. На контакт плюс батарейки я поставлю кусочек изоленты белой, чтобы мы сдалека видели полярность. Берем одну катушку от электродвигателя. Один конец крепим к мультиметру, к плюсу, и другой конец к минусу. Там, где плюс, мы ставим кусочек изоленты на провод от электродвигателя. Это у нас уже будет означать, что это начало. Переключаем мультиметр в режим вольтметра постоянного и ставим самый низкий диапазон. Не забываем, нам понадобится еще кусочек изоленты, чтобы мы потом маркировали начало обмотки. Берем любую обмотку и подключаем к кроне и смотрим на стрелку мультиметра. Когда мы присоединяем контакты, стрелка потянулась обратно чуть-чуть, и когда мы опускаем, она подпрыгивает. Значит, этот провод маркируем с изолентой. Он тоже начало. Даем в сторону, чтобы не путаться. Берем следующую обмотку и то же самое делаем. Подключаем к кроне. Ох, сразу при подключении подпрыгнула. Нет, это не то. И на разрыв она тянется обратно. Нам надо полярность поменять. Так не пойдет. Меняем полярность и смотрите, что сейчас творится. Подключаем. И стрелка обратно тянется. И на разрыв она подпрыгивает. Значит, вот этот провод тоже начало. Для успокоения души я это перепробовал два раза. Маркируем конец с белой изолентой. И сейчас смотрите, делаем все в прямом эфире. Убираем лишнее со стола. И я вам доказываю, что это работает и все правильно показывает. Снимаем лишнее с проводов. И смотрите, раздваиваем. Одна сторона проводов и другая сторона проводов. На одной стороне сидят маркированные с изолентой. Это начало у нас будет. А другая без изоленты. Это концы будут. Всем удачи!